Я же ценитель, то и для меня. А может так и есть? А название переводится как Третий Монах. Привет, друзья! Сегодня я представляю вашему вниманию бельгийское пиво Triple Moyne от пивоварни Briserie Duboc. О пивоварни Briserie Duboc я вам рассказывал в видеодегустации номер 17. Так что сразу пиво. Triple Moyne в переводе с французского обозначает Triple Monach. Данный стиль пива является исконно бельгийским традиционным аббатским тройным пивом. Это, как правило, крепкое светлое пиво верхового брожения с повторной ферментацией в бутылке. Впервые он был представлен пивоварней аббатства Вестмалле в 1934 году. На сайте производителя данный сорт называют пивом для ценителей. Ну что ж, посмотрим. Содержание алкоголя в нем 7,3%, начальная плотность сусла 16,6%. В составе у нас подготовленная вода, солод пшеничный, солод ячменный, сахар, дрожжи, хмель и специи. Кориандр, анис и лакриса. Бутылочка емкостью 0,33, коричневого стекла, фигурненькое, изображение сводчатого монастырского окна. В нем надпись Triple Moyne. Указана некая дата, 1858 год. Не знаю, что она знаменует. Возможно, знает кто-то из моих подписчиков. Прошу написать в комментариях. Контр-этикетка выглядит. Следующим образом. Также написано Golden Blonde Beer, что значит золотое светлое пиво. На крышечке название сорта. Ну что ж, давайте пробовать. Цвет у него светло-желтый, туманный. С высокой пенной шапкой, состоящей из среднего и мелкого размера пузырей. Карбонизация довольно активная. Посмотрите, как это выглядит. Будем пробовать. Аромат у него солодовый, такой сладкий, с нотами меда, засахаренного абрикоса, карамели и белого хлеба. С фруктовыми тонами бельгийских дрожжей и присутствием алкогольных эфиров. Вкус довольно сложный и интенсивный. Такой шелковистый, мягкий, фруктовый. С нюансами сухофруктов и нотами миндального или мускатного ореха. Также бисквита. Легким пряным фоном кориандра и гвоздики. Здесь яблоко, груша, апельсин. Тело среднеплотное, довольно питкое. Наверное, даже чрезмерно для данного стиля. Чувствуется присутствие алкоголя, но оно не доминирует, как бы гармонируя с такой винно-десертной сладостью. После вкуса и сладость оттеняется мягкой горечью, которая, собственно, тянется до самого финиша в сопровождении пряных гвоздичных нот. Я уже не раз говорил, что трипель – один из моих любимых стилей пива. Да еще и пиво для ценителей. Я ж ценитель. То есть для меня. Хотя сладость в данном случае скорее чрезмерная. Сюда бы побольше специй и был бы вполне себе типичный трипель. А так, учитывая цвет и питкость, больше смахивает на бельгийский блонд Strong L. А может так и есть? А название переводится как «третий монах». Отпишитесь в комментариях, кто знает. Регулярная стоимость данного сорта пива в емкости 0,33 в Украине порядка 60 гривен. И это около 2 долларов и 30 центов на американские деньги. Я его приобрел по акции за 37 гривен 39 копеек. И это примерно 1 доллар и 43 цента. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво. Подписывайтесь на мой канал. Присоединяйтесь к моей группе в ВК. Ссылка внизу. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Будет интересно. Пока-пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова